У вас точно будут проблемы, если вовремя не сделать реконструкцию кровли. В этом видео мы разберем основные причины необходимости делать реконструкцию, а также последствия, если ее вовремя не сделать. Меня зовут Станислав Рудич, я занимаюсь строительством уже более 20 лет, реконструкцией кровель. Не будем терять время, давайте начинать. Причина номер один на реконструкции кровель – это неправильно сделанная гидроизоляция, ее отсутствие или нарушение. Хозяева домов ожидают, что кровельное покрытие в 100% случаев должно спасать от осадков в любую погоду. Но есть 5% случаев в сложных погодных условиях, когда именно защиту от протечи берет на себя нижняя пленка. Она называется гидроизоляционная. И вот очень важно, чтобы в эти моменты гидроизоляционная пленка на все 100% справилась со своей функцией и не пустила воду в дом. Давайте рассмотрим причины, когда гидроизоляционная пленка пропускает воду. Что значит неправильно выбранная гидроизоляция кровли? Казалось бы, что здесь сложного? Но гидроизоляционная пленка выбирается, исходя из нескольких условий под кровельное покрытие. Первое – это тип помещения, который будет под этой пленкой. Имеется в виду помещение жилое или нежилое. Следующее – это угол наклона кровли. В современной архитектуре очень часто делается выбор в сторону малых углов наклона кровли. Рекомендуется использовать более надежные, более прочные, более тяжелые пленки с другими техническими характеристиками. Еще одна причина выбора пленок – это тип кровельного покрытия, который будет установлен над пленкой. Для каждого типа кровельного покрытия существуют свои дополнительные требования. Если мы устанавливаем металлическую кровлю, то, естественно, в этом случае кровля будет нагреваться гораздо сильнее, чем если это будет черпичная кровля, и требования к этой пленке будут более серьезные. Также при малых углах наклона кровли, современная архитектура, очень часто используется под пленку, и необходимо это использовать сплошной настил. А по сплошному настилу существует не так много пленок, которые будут работать так же, как без сплошного настила. Гидроизоляция и ее надежность очень важна. Наши специалисты, когда монтируют кровлю, всегда рады внешним осадкам – дождю, снегу и так далее. Почему? Потому что в этот момент производится гидроиспытание пленки гидроизоляционных в естественных условиях. И, соответственно, если в момент ливня большого пленка выстояла, не допустила никаких даже мельчайших протечек, то можно спокойно монтировать кровельное покрытие и быть уверенным, что протечек точно дальше не будет. Поэтому мы сейчас поговорим о местах, в которых возможны нарушения гидроизоляции. Первое место – это место крепления гидроизоляции к стропилам. Гидроизоляция устанавливается на стропила и крепится она сверху бруском контрабрешетки через гвоздь. И это единственный крепеж, гвоздь, который прошивает насквозь гидроизоляцию. В местах крепления под контрабрешеткой мы используем уплотнительную ленту немецкого производства. Она доступна сейчас на нашем кровельном рынке. И если ее использовать, то можно на 100% предотвратить затекание воды в данном месте в будущем. Второй важный момент при установке гидроизоляции – это места примыкания. К стенам, проходным элементам, вентиляционным трубам, мансардным окнам и другим местам, где кровля сопрягается с другими элементами. В данных местах очень важно использовать качественные ленты и герметики для проклейки к стенам, к трубам и с последующим испытанием гидроизоляции – водой. Гидроизоляция водой из шланга – тоже допустимый метод. Мы достаточно часто его используем, если нет соответствующих погодных условий. И следующий тезис, который мы будем рассматривать – это неправильно сделанная вентиляция подкровенного пространства. С этой проблемой хозяева домов достаточно часто сталкиваются в зимний период времени. Даже не в начале зимы, а где-то в январь, февраль, особенно в марте, когда уже весна начинается, когда начинает таять снег и при первых оттепелях, возможно, обильные протечки в дом. И все думают, что это из-за того, что течет кровля. Но на самом деле это конденсат, который намерз на внутренней стороне гидроизоляции в зимний период, пока было холодно. И вот, когда образовалась оттепель, стало теплее, этот лед начинает таять, и вода обильно течет в дом через пары гидроизоляцию. Давайте рассмотрим основные причины, почему неправильно выбрана вентиляция подкровенного пространства, и что нужно сделать, чтобы она была соблюдена. Первый момент, на который мы всегда обращаем внимание, это наличие бруска контрабрешетки. Брусок контрабрешетки – это такая рейка, которая установлена сверху гидроизоляции. Она ее, с одной стороны, крепит к гидроизоляцию, с другой стороны, она создает своей высотой воздушный зазор. И вот этот воздушный зазор, он выполняет основную роль для вентиляции кровли. Есть специальная таблица, в которую можно, в зависимости от угла наклона кровли и длины ската, посмотреть, какое минимальное сечение контрабрешетки допустимо. Примерно 80% достаточно высоты контрабрешетки порядка 45-50 мм, для того, чтобы кровля вентилировалась абсолютно четко. Следующий момент, который важен, если у нас есть высота вент зазора, значит, осталось всего лишь сделать две вещи. Первое – обеспечить заход воздуха с карнизного свеса, а второе – его выход через конек или через хребет. И вот второе место, куда мы обычно обращаем внимание, чтобы проверить правильность выполнения вентиляции кровли – это свободный заход воздуха с карнизного свеса. Так что же может ему помешать? Ну, во-первых, должен водосточный желоб, куда собирается вода с кровли, быть установлен выше бруска контрабрешетки. Это делается для того, чтобы лед, который может быть в желобах или снег, который наметается в эти желоба, чтобы он не перекрывал зазор контрабрешетки. Чтобы вентиляция была гарантирована даже в сложных погодных условиях. Второе, почему его может не быть – его просто банально могут загородить, когда декорируют карнизный свес. Следующий важный момент, как мы уже разобрали, у нас есть контрабрешетка, есть высота вентиляционного зазора, есть заход воздуха с карнизного свеса. И теперь нам надо организовать выход этого воздуха. Он организовывается через вент конек, или если кровля сложная, и вент конька недостаточно, то есть через вент хребет. Поэтому мы всегда обращаем внимание вот на эти три показателя. Выход воздуха, вентиляционный конек. Чтобы его правильно сделать, нам необходимо обеспечить правильно выполненный вент конек. Это установленная лента на коньке. Второе, необходимо обеспечить на вент коньке такую же ширину вент зазора, как и высота нашего бруска контрабрешетки. Если все это сделать правильно, то наша кровля всегда будет вентилируемая, она будет дышать и радовать вас долгие-долгие годы. Переходим к тезису 3. Неправильно выбранная схема вентиляции под кровельного пространства в данном случае. У нас помещение бывает двух видов. Чердачное и мансардное. Для этих двух разных типов помещения существуют разные типы вентиляции. Давайте их рассмотрим. Если у нас кровля мансардная, то у нас кровельный пирог выполняется с помощью стандартных материалов по схеме. Снизу пароизоляция, слой утеплителя 200 мм между стропил. Дальше гидроизоляция, брусок контрабрешетки, обрешетка и тот финишный кровельный материал, который вы выбрали. И если мы всю мансардную кровлю от карниза до конька утепляем по этой схеме, то никаких проблем быть не должно. Вторая схема – это чердачное помещение. Нежилое помещение. Особенность этого помещения чердачного, ну температура на нем, должна быть очень приближена к температуре окружающей среды. Соответственно, нам нужно обеспечить вентиляцию этого чердачного помещения. То есть, заход воздуха в него и выход опять же через конек. Заход воздуха с карниза и выход через конек. В этом случае мы режем пленку гидроизоляционную в районе конька и обеспечиваем заход воздуха ниже гидроизоляционной пленки. И вот все ошибки, которые могут быть при неправильной выбранной схеме вентиляции, случаются в том случае, если помещение становится мансардно-чердачным или чердачно-мансардным. Что это значит? Ну, допустим, у нас есть высокая кровля, есть стропилы, которые идут вот такие. И по низу идет у нас балка горизонтальная, она же называется ригель. И очень часто строители утепляют кровлю не вот так вот по стропилам, как для мансардного помещения, а вот так утепляют ее вот по этой балке. И что получается? Вот это вот помещение, которое верхнее, я сейчас показываю треугольничком, оно у нас остается холодным. И оно должно быть холодным. Но что мы только что говорили? Это холодное помещение чердачное. А если оно помещение чердачное, то его надо вентилировать. Значит, надо обеспечить заход воздуха в это помещение и выход из него. И очень часто, даже для самых маленьких вот таких вот треугольных мест утепления, может образовываться опять же конденсат. И нужно обеспечить вентиляцию этого пространства. Давайте разберем, какие возможны варианты с неправильно выполненным утеплением кровли, к чему это приводит. Ну опять же, неправильно выполненное утепление кровли, оно приводит к образованию конденсатора. Как работает этот механизм? Ну для этого нам достаточно представить мороз на улице, ну или там какую-нибудь фольгу или бумагу. Что мы можем увидеть? На внутренней стороне всегда будет образовываться такая так называемая борода. И вот неправильно выполненное утепление или каких-то отдельных мест утепления кровли приводит к таким же явлениям. То есть в данном месте идет намерзание льда на гидроизоляции, а потом его оттайка и вода идет в помещение. Обычно для диагностики данных мест используется прибор под названием тепловизор. Но для того, чтобы тепловизором определить ошибки в утеплении, нужна разница температуры. То есть тепловизор работает на разнице температуры. Обычно все осмотры тепловизором достаточно хорошо, комфортно делаются, когда на улице минус 15 или минус 10, а в помещении идет отопление градусов 15-20. В этом случае тепловизор любой, в принципе, настроенный, достаточно хорошо определяет места, в которых есть так называемые мостики холды, их еще называют строителем. Соответственно, проносишь тепловизор, и он показывает эти места синим цветом. Какие места в утеплениях обычно наиболее проблемные? Первое место – это места утепления карниза. Потому что это место, где стена несущая сопрягается с кровлей. И очень важно в этом месте замкнуть контур утепления. То есть утеплить не только по стропилам, но еще и замурлатом вот эту часть. Так как оно является труднодоступным, оно не очень хорошо утепляется. И в данном месте при столкновении холодного воздуха с теплым из помещения образовывается конденсат. И он потом прямиком течет по стенке. Он может течь как на фасадной стенке, то есть внешней стороны здания, так и на внутренней стороны стенки. Явление достаточно частое, поэтому когда мы делаем ревизию кровель, мы для того, чтобы оценить правильность выполненного утепления, мы смотрим всегда за фронтонами. Если есть доступ и еще ремонт не сделан в помещении до конца, то можно взять, приподнять пароизоляционную пленку, которая установлена, залезть рукой в эту зону и понять, есть ли там вода, конденсат, еще что-то. И обычно, если есть какой-нибудь холодный поток воздуха, особенно в минусах чувствуется, значит там есть проблемы в этом месте. Значит, ее нужно устранять. Это первое место. Второе место, оно достаточно тяжело определяется, но проблемы в нем также очевидны. Это места утепления фронтонов. Фронтон – это высокая часть, когда у нас двухскатная крыша, это вот такой вот, по сути дела, как скон крыши. В этих местах опять же идет сопряжение кирпичной кладки с кровлей, и это место должно быть утеплено по всей стене. То есть, допустим, вот моя рука – это толщина стены, и вот эта вот толщина стены в идеале должна быть утеплена. И утеплена достаточно плотно для того, чтобы исключить так называемые просечки. Что такое просечки? Вот очень часто это явление мы встречали по фронтонам. Я вот даже пример один приведу. На деревянном доме, когда выполняются крепления или стягивания венцов деревянного дома, то они стягиваются металлическими шпильками. Если не утеплить вот эту фронтонную часть, то получается верхняя сторона вот этой шпильки, которая стянула фронтон, она как бы чуть-чуть утоплена, но она все равно находится в зоне кровли. Если это место не утеплено, то холодный воздух в этом месте сталкивается с теплой шпилькой, образовывается конденсат, намерзание, а потом по этой шпильке вода может стекать аж до первого этажа. Следующее место, которое обычно есть какие-то нарушения, помимо фронтонов, карнизов, существуют еще места вокруг примыканий, очень часто вокруг мансардных окон и так далее. И четвертое, когда возникает неправильное утепление, это когда кровельщики сделали всю свою работу правильно, ушли, сдали работы, а потом пришли люди, которые выполняют проходки через кровлю. Они или выносят вент шахты, второе, что они делают, проводят сквозь кровлю видеокамеры в районе Мурлатов, допустим, или выводят какие-то кабеля дополнительные для того, чтобы сделать освещение. И мы переходим к следующему тезису. Это неправильно выполненная пароизоляция. Для чего она нужна пароизоляция? Ну вот у меня на столе стоит прекрасная чашечка с чаем, и я вот на примере этой чашечки с чаем могу показать, что такое пароизоляционная пленка. Вот если в этой чашечке налит горячий чай и идет пар, я беру, кладу на эту чашечку пленку пароизоляционную, и сверху на эту пароизоляционную пленочку я кладу зеркало. Ну или вот так вот прислоняю свои очки. Если бы у нас была пароизоляция, эта пленка, то мои очки бы не запотели. Она не дает пройти насыщенным парам. Насыщенные пары, которые содержат много-много влаги. И вот это основное назначение пароизоляции. Но если бы я на месте вот этой вот пароизоляции положил бы гидроизоляцию, или мембрану, которая используется для гидроизоляции, то мои очки бы запотели. Потому что как раз у мембраны свойство наоборот выводить лишние пары из кровельного пирога. Поэтому назначение пароизоляции и ее присутствие, оно очень важно для того, чтобы в кровлю не проходило лишние воздушные пары, содержащие много-много влаги. И отсутствие пароизоляции является грубой ошибкой. Следующие ошибки, которые могут быть, это связанные с выбором пароизоляции. Так же, как и в случае с гидроизоляцией, пароизоляция выбирается по нескольким разным критериям. Критерий номер один – это назначение помещения. Допустим, для бани или для бассейна нужна пароизоляция с определенными показателями, потому что пары в этом помещении гораздо больше. Там используется обычно фольгированная пароизоляция. Для простых помещений можно использовать пароизоляцию обыкновенную. Также пароизоляция бывает с различным коэффициентом, регулирующим перенос защиты от насыщенных воздушных паров. Потому что для реконструкции мы часто используем пленки, которые при разборе кровли через верх, мы вот так вот оборачиваем стропилами. И в этом случае пароизоляция, которая используется, она имеет специальный коэффициент, специальные свойства, которые внутри нее есть, для того, чтобы обеспечить вот такую работу кровельного пирога. Очень часто показывают ошибки на крыше, когда вместо пароизоляции используется гидроизоляция. Поэтому момент выбора пароизоляции, пароизоляционной пленки, он очень важный. Так же, как и выбор гидроизоляции. Следующий момент, опять же, это связан с тем, что слои пароизоляции, ну, пароизоляционной пленки, ведь она для чего нам нужна? Для того, чтобы не проходил пар. И мы понимаем, что если я вот в этой пленке сделаю хоть одну маленькую дырочку и ее не заклею, то, соответственно, пар все равно будет выходить. И он будет выходить в утеплитель, ну, даже вот через такую маленькую дырочку будет достаточно много заходить насыщенного пара туда и образовываться там конденсат. А потом с последующей протечкой. Поэтому очень важно все слои пленки пароизоляционной между собой проклеить скотчем. Следующий момент, если мы проклеили всю пароизоляцию между собой, нам ее надо также проклеить ко всем местам примыканий. Это мансардные окна, откосы мансардных окон, это места примыканий к фронтонам, к карнизам, веншахтам, везде. И эти примыкания также должны быть проклеены достаточно надежно, плотно. Если там кирпичная кладка или какая-то другая шероховатая поверхность, то используется не скотч, а специальный герметик, который позволяет сделать проклейку так, чтобы в этих местах пароизоляция приклеилась очень надежно. Мы разобрали, почему важно выбрать пароизоляцию и как ее правильно смонтировать. Для того, чтобы кровля была надежной и долговечной, обращайтесь к профессионалам. Наша компания уже 20 лет занимается строительством и реконструкцией кровли. Мы посчитаем для вас смету, выберем правильные материалы и выполним работу на вашем объекте. Друзья, я рекомендую посмотреть ролик про выбор черепицы в 2024 году. Также подписывайтесь на наш канал, будет много новых видео. До свидания.